привет друзья сегодня у нас в гостях опять артем шестикратный уже чемпион штатов по арму вы спрашиваете меня часто о том как нужно питаться для армрестлинга какие может быть принимать добавки вы знаете я сам армом не занимаюсь но у нас есть друзья которые могут вам квалифицированно рассказать об этом лучше меня ну чё артём поделись с нами своими секретами во первых арместер у нас это спортсмены которые занимаются тяжелыми оттягощениями то есть то есть изначально понятно то что нам нужны высокие высокое количество калорий и прочее прочее то есть нужно нормальное питание это во первых во что идет о специализации то есть армрестлинга это у нас выходят две проблемы это суставы связки сухожилия и воспаление то есть это то на чем можно специализировать наше питание то есть на первом начнем с воспаления воспаление это такое то что в принципе можно не то чтобы убрать но можно помочь этому правильным питанием то есть правильное питание что является как бы таким анти воспалительный наш организм это допустим будет добавлено в рационе рыба овощи фрукты и орехи то есть вообще можно в принципе это все погуглить и найти в интернете но это то что это основное то что я помню то есть это можете найти так теперь начнем по составам и связкам то есть это в принципе понятно что нужно такое дополнительное уровень за коллагена в организме проще то есть я думаю кому скажем кому полезные вкусно можно есть холоде дополнительно кому нельзя допустим так не это быть вообще не понимаю как там можно есть я я много желе то есть как только минимум который может сделать то есть повысить уровень желатина коллагена все прочего и по спортивным добавкам опять вернемся к воспалению то есть воспаление дуба спортивных добавок нету но тот если омега-3 на принц помогает но если он скажем леченые препараты то есть многие особенно в америке любят перед практиками есть прожирать просто ибупрофен и прочие такие вещи то есть первые практики после практики и это по-моему неправильно по-моему бупрофен нужно в принципе убрать из армешника в принципе потому что ибупрофен является он убирает воспаление но также у нас стало останавливать продукцию коллагена в организме то есть перед тем как вы съедаете ибупрофен он поможет убрать воспаление конечно но также он замедлил процесс остановления и принц может даже убрать его на определенный срок то есть он именно мешает продукции белка коллагена и все прочие организмы то есть если вы хотите управлять коллаген после там соревнований или тяжелой тренировки то лучше подумать какой уровень соревнований потому что постоянно пожирание ибупрофена в непонятных количествах это принца не полезно а что ты думаешь про хондропротекторы телекона процессе про составы связки и прочее именно хондропротекторы в плане таблеток капсулы топом все нерабочие потому что таблетки приходят через нас еще печень и так далее в итоге мы получаем там 10 или 1 процент от среди на таблетки поэтому я предлагаю все-таки всех андропротекторы вводить свой организм инъекционным путем то есть это у нас будет либо алху топ это то есть то же самое по выработке на сегодняшний день и цыпленков также постоянно проводит курсов у топом или также я думаю будет мукасад ну мукасад это как бы то есть система точно ее потребляет но я не слышал столько таких отзывов как алху топе но хотя по крайней мере немного дешевле потому что допустим в среднем цена в россии за алху топ сейчас это где-то 3000 рублей за 10 ампул например за 10 ампул мукасад это где-то 700 рублей то есть не то чтобы они реально там если у вас что-то болит в лоте или что-то там оторванное как бы не нужно думать то что всякие препараты волшебная таблетка да восстановит всякую связку там выросли третья рука и все прочее то есть нужно относиться к этому просто к тому что как бы это просто нужно то есть это всегда будет хорошо это управлять это но вы реально не почувствуете какого бы результата но поскольку вы занимаетесь армэрсингом у вас постоянно есть нагрузки на связки суставы и прочее то есть по моему это просто нужно употреблять там по крайней мере нескольких раз в год такой а из спорт фита скажем то что употребляют бодибилдеры что-то употребляешь спорт фита я лично употребляю аминки постоянно до тренировки после и во время просто потому что быть саму или обычно аминки да со все что попадется как бы не рождаемый что вопрос написано амин и я их ем после тренировочные коктейли принимаешь а позиционально шитоминок то есть аминки потому что особенно тренировка армэрсинга это получается 3-4 раза в неделю мы тренируем соответственно верх тела или только руки то есть по моему аминки в этом случае красном всем нужны на постоянном на постоянном употреблении то есть у меня примера как тренировка пытаюсь пить аминки или бца про пост тренировочные не пью потому что нет возможности пока что только аминки хотя недавно нас поскольку в зале прошел прошли соревнования по жиму лежа кто приходили приносили пробники после тренировочников протеиновая вода помощь крутой по ценам добавка я все на стену репостом то кому интересно можете посмотреть сколько раз в день ты ешь я ем примерно допустим если я хочу набрать и ем нормально где-то может пять-шесть раз день по чуть-чуть а если я хочу уже как-то скинуть тесто поскольку мне лень делать всякие диеты я просто ем абсолютно беспорядочно там большими портим 3-4 раза в день и меня вес сам уходит потому что у меня как бы и так сложно мне набрать вес поэтому если я ем как-то ненормально или в принципе нормальный обычный человек я просто теряю себе свой вес ну а какие добавки конкретно ты принимаешь не то что нужно принимать а вот именно ты я честно говоря принимать только аминки в собственности может иногда попью протеин а так на этом заканчивается конечно в идеале а хотя в принципе меня есть аминки и много всяких витаминов типа как омега-3 и так далее а так лично для меня бы в идеале я бы когда скажем плотно подказать соревнованиями я бы пила опять аминки ну и спорт пита наверно это было бы все аминки иногда протеины а в основной уже какие-то таблетки или инъекции как в плане для суставов связок омега-3 может еще что никуда для суставов витамин еды то есть то что помогает суставам хорошо спасибо все думаю будут благодарны тебе если у кого-то появятся еще вопросы пишите подписывайтесь на мой канал в комментариях подписчиков и городом до ссылочка будет всем пока всем пока приходите в наш дом